Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовим пирожки с картошкой на картофельном отваре. Тесто получается мягкое, нежное, без яиц, сохраняет свой вкус даже когда остынет. Начинка может быть любая, да и при желании такие пирожки можно пожарить на растительном масле. Ну что же, давайте готовить! Килограмм картофеля отвариваем до готовности без добавления соли. Две луковицы, мелко нарезанных, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. С готового картофеля сливаем 300 мл отвара. Оставляем пока остывать до теплого состояния. Отдельно оставим еще немного отвара. В картофель добавляю соль, черный молотый перец по вкусу. Теперь растолчем в пюре. Добавим немного отвара, чтобы картошка не получалась слишком жесткой при остывании. Осталось добавить обжаренный лук и перемешать все до равномерного распределения. Начинка для данных пирожков может быть абсолютно любая. Перекладываем начинку в тарелку и даем ей остыть. И когда картофельный отвар остынет до теплого состояния, смешиваем сухие дрожжи, чайную ложку с горкой, столовую ложку сахара и 6 столовых ложек муки. Перемешаем и вольем в теплый отвар. Хорошо размешиваем. Даже если остаются комочки, они уйдут в процессе подъема. Накроем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут в тепле. Сверху появилась шапочка. Дрожжи стали активными. Комочки все исчезли. Добавляем пол чайной ложки соли и снова хорошо размешаем. Далее частями просеиваем пшеничную муку. Всего понадобится ее 500 грамм, часть из которой мы уже использовались для подъема дрожжей. После каждого добавления хорошо перемешиваем. Как только тесто становится вот таким густым, добавляем 60 миллилитров растительного масла комнатной температуры. Для замеса данного теста можно использовать кухонный комбайн. Рассеиваем оставшуюся муку на рабочую поверхность. Выкладываем тесто. Сверху также его присыпаем. Продолжаем замешивать тесто руками, вмешивая всю оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким. И обязательно держать свою форму. Не растекаться. После того, как в тесто войдет вся мука, она остается мягким, но совершенно не липким к рукам. Таким нежным. Хорошо держит свою форму. Продолжаем его замешивать еще буквально 2 минуты. Тесто без яиц получается очень вкусным. За счет содержания масла совершенно не липнет к рукам. Накроем снова пищевой пленкой и оставим в теплом месте для подъема на 30-40 минут. Спустя 30 минут тесто хорошо подросло. Для его разделки я не буду пользоваться мухой, а слегка смачиваю руки растительным маслом. Формирую колбаску. Затем делим на кусочки в зависимости от размера желаемых пирожков. Каждый кусочек обминаем в шарик. Пирожки из данного теста можно пожарить. Я буду запекать в духовке. Всего получилось у меня 14 кусочков. Теперь начинаем формировать пирожки. Можно использовать скалку. Я делаю руками. Кладем щедро начинку. И уже соединяем края. Придаем форму. Включаем духовку. Разогревается до 200 градусов. Пирожки сверху смазываем для красивого цвета. Желтком. Слегка смешанным с водой. Если вы готовите в пост, то смазывайте содой, разбавленной с водой. Либо крепким чаем. Пока разогревается духовка, смазанные пирожки оставляем. За это время они еще слегка подойдут. Выпекаем пирожки в разогретой духовке 20-25 минут до румянного цвета. Пирожки вкусные, воздушное и тонкое тесто. И много начинки. Готовьте с удовольствием. Не забывайте ставить нравится, если по вкусу рецепт. Жду ваших комментариев. До новых видео. Пока!